Шибка номер три. Отсутствие бизнес-плана. Многие решают, что... Так, в голове... Ну вот так вот, я сейчас начну, через месяц буду зарабатывать миллион, и всё у меня будет хорошо, я всех оставлю в дураках. Причём это... Когда я говорю отсутствие бизнес-плана, я не подразумеваю бизнес-план такой, какой вы пишете для того, чтобы получить какой-то грант от правительства Вологодской области, или грант от Российской Федерации. Я говорю про бизнес-план, который вы, получается, смоделируете ситуацию, смоделируете свой бизнес на ближайшие три года. Вы поставите себе показатели, как вы видите своё предприятие через три года. Например, вот сейчас я создаю фирму, да, я бог, я создатель этой фирмы. А через три года я хочу, чтобы моя фирма там зарабатывала вот этот миллион в месяц чистой прибыли. Если вы поставите такую планку, ну вот хотелка у вас на миллион, или миллион долларов, у кого какие хотелки, то есть такую и ставьте. Желательно ставить вообще какую-то заоблачную цель, потому что она вас может вдохновить на какие-то поступки. Помечтайте, в общем, в этот момент. Вы можете прямо даже сейчас взять, у каждого есть ручка, бумага, и вот написать цифру, какую вы хотите зарабатывать через три года, как предприниматель. Вот напишите, пожалуйста, каждый. Теперь зачеркните эту сумму. Напишите в два раза больше. Вот. Это нереальная сумма, может вам сейчас показаться. На самом деле, очень просто её так же достигнуть. Когда вы знаете, что вы через три года, вот хотите всё-таки, вот сначала подумали, миллион зарабатывать в месяц, а я вам сказал, зачеркните эту цифру и напишите, соответственно, в два раза больше, значит, два миллиона рублей в месяц. Вот. Вам кажется, ну это нереально вообще. Да, я сейчас 15 тысяч зарабатываю для поддержания штанов, и этого больше всё равно не смогу. На самом деле, всё возможно. Берёте, составляя тепла на три года. Соответственно, когда у вас такой план есть, вы можете составить план на один год. То есть вы фактически будете знать, через год вы сколько должны зарабатывать, чтобы вот так вот дойти до вот этого трёхлетнего плана. Когда у вас есть план на один год, вы можете составить план на три месяца. Какие показатели должны достичь через три месяца. Когда есть на три месяца, вы можете составить план на один месяц, далее на неделю и далее на каждый день. И выяснится, что вы этого слона, которого сразу не съесть, 2 миллиона это большой слон, но если его разрезать на маленькие кусочки, то вы за 3 года на завтрак, обед и ужин по кусочку этого слона съедите. И окажется, что вы его сможете переварить и сможете выйти на эти показания. То есть выяснится, что каждый день от ваших этих 15 тысяч рублей, которые вы сейчас можете реально зарабатывать как начинающий предприниматель в месяц, вам нужно будет на следующий день зарабатывать условно говоря 15 тысяч 5 рублей, на второй день вам нужно будет зарабатывать 15 тысяч 15 рублей и так далее. Оно будет нарастать, нарастать и через 3 года условно говоря, утрированный я пример говорю, получится, что вы будете зарабатывать свои желанные 2 миллиона рублей. Еще лучше получится, если вы не за 3 года цель эту достигнете, а за 2,5 года, как в советское время была пятилетка за 4,3 года, когда делались там и все нормально, поехали. То есть планирование требуется, при этом не умрите на работе, не сгорите на работе, потому что деньги это еще не все, не забывайте про семейные отношения, спланировать там, да, соответственно, свою личную жизнь. Не забывайте про свое здоровье, потому что если у вас будет перекос только на то, чтобы вот ошалело деньги зарабатывать, вы потеряете здоровье и потом через 3 года вам нужно будет все, чтобы чистую прибыль зарабатывать, тратить на восстановление здоровья. Или вы, например, со всеми родственниками переругаетесь и тоже везде гармонично развиваетесь. То есть на 3 года бизнес-план, он будет включать разные ваши отрасли жизни.